всем привет я продолжаю прохождение 2 сезона по игре rimworld на дворе 17 альфа и прошлая серия у нас закончилась о том что наши ребятки пошли спать и у нас впереди куча дел что я сделал за кадром во первых я всех переименовал так чтобы мне было удобнее понимать кто чем занимается тут я думаю понятно что это повара строитель а это тут все по чуть-чуть далее что я сделал я нанес небольшую разметку где у нас будут жилы дома плюс накидал предварительный вариант защиты нашей то есть в итоге что имеем меня есть проект базы полностью окружены стенами и тут у меня есть импровизированная кишка вот для чего она мне нужна деревянная я все-таки надеюсь что первые несколько рейдов пойдут сюда и большую часть голов останутся на наших ловушках далее предположение идет на то что они будут отсюда выходить и с дистанцией с максимальной пока они медленно идут со штрафом скорости будут расстреливаться из луков ну и впоследствии из винтовок или что там еще нам удастся достать соответственно чтобы все это начало как можно скорее оптимально работать мне нужно выйти в ковку я решил все таки и первым делом изучить немножко с камнем подождать попробуем так я конечно не уверен что меня деревянные стены тут сильно спасут но пускай пока будет так на все про все мне понадобится порядка 1200 наверное дерево сейчас придется очень сильно тут попотеть повырубать также нужно на 9 ловушек это у нас получается 630 железа у меня пока его не очень много 290 с придется пойти порубить сюда рубить скалу вот был конечно не вариант разобрать вот эту фигню все и попробовать смастерить тут вход по крайней мере каменный но что-то фиг знает посмотрим как пойдет с деревянными хотя бы предварительную защиту я думаю нужно сделать из дерева хотя согласен да на это время конечно мы затраченные ресурсы но тем не менее здесь на все пособирать будет в общем как то так плюс дополнительно я раскидал приоритеты на более удобные в числовом выражении ребята у нас теперь есть вот единственный товарищ у меня был не очень хороший по параметрам кулинарии мне вообще ноль не знаю как он будет готовить но я его назначил поваром пускай ходят рыгают потому что мне больше совсем туда некого назначать здесь так такие универсальные ребята они в другом месте пригодятся так что поделать поделать я думаю со временем научиться если все плохо будет я поменяю его а все остальные в соответствии с приоритетами по максимальным навыкам раскидывать то есть строитель у нас какой был тот тот же самый остался этот товарищ он тоже тут все по чуть-чуть умеет собственно я назначил немножко фермером чтобы посадил лекарственную траву немножко строителем чтобы строил и немножко шахтером у меня шахтеров вообще нет придется очень быстро покопать так что посмотрим как получится в общем как-то так думаю болтать хватит можно продолжать первое чем ребятки у меня займутся даже не знаю с чего бы начать с дальней стены наверно как бы только тут ее удобно вот так вот опа сейчас будет строить запас небольшое дерево есть в принципе дерево то так то хватает снина еще 200 если они ошибся конечно тут 60 примерно это 120 это по клеткам но тут где-то по 40 то есть 100 200 умножаем на 5 тысяч ну полторы тысячи хорошо то есть как раз всех деревьев которых в округе есть и должно хватить единственное чем опасно конечно такая конструкция это малейший пожар и все капец вообще все сгорит нафиг сейчас тем более еще пол горит 17 альфе что делать такое вот кстати да товарищ но он строить назначен да все верно хотел просто показать как мод этот работать на приноску в общем суть то что есть пони не был назначен строителям а у него в приоритете было переноска он бы сюда натаскал и пошел бы заниматься делали очень удобная тема товарищ у нас пошел так что то тут не очень оптимально до готовить он будет конечно очень долго сейчас чем я скоро сгниет будет сходить на охоту построили да значит теперь пускай этот кусок строит и нужно 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 так перетащить исходить наверно немножко поохотиться у нас как раз оленяш пришел так потом достроишь и сюда потом доготовишь так главное чтобы он не согрелся очень сильно как бы только кто убежал отлично мяско будет какое-никакое порт сам с этим что-то он не хочет все голодный был просто и так тут достроили давай-ка вот это отсюда унесешь теперь продолжаем и здесь нужно все отсюда убрать значит это все будет жестко мешать а вот первые гости пошли кейф пещера ах ты педрилка ладно ну а первая трава пошла сейчас блин дебаф будет на работу печально конечно немножко тут приходится ручками еще работать ты чё так мало несешь я что-то не пойму понятно все с тобой да этот это отрава конечно может не боком тут видеть но мне все равно выбора никакого особо нету это не тут вот сколько раз мы уже единичка постепенно я думаю накопит теперь пока строятся эти стены у нас нужно взрыть тут чтобы взрыть нужно назначить копателя вот кто из них тут самый ты наверно да ты пойдешь тем временем все спят у нас тут ягоды выросли можно их собрать конечно эти надо все перенести еще в принципе еды хватает можно конечно и простые блюда клепать ему надо им жилье какое-то оборудовать уже хотя бы маневренный фонд какой-нибудь блин сейчас все по отравляется капец будет чудесно так для начала так сделаем я разобрать надо я в принципе пофиг какой они стороной бы повернуты так у нас немножко тут склада начинает не хватать собственно пофиг кто на кровати будет спать собственно пофиг кто на кровати будет спать по крайней мере один дебаф меньше будет секс что у нас тут можно делать тебя мы временно запретим нет тебя мы не запретим мы запретим от тебя почти 400 железа у нас это хорошо что у нас столько железа уже крыса полен вот травиться бы конечно тебе не надо а елка мешает стрелять малость так что тут у нас практически практически это хорошо ладно иди ближе а то так чуть у него больше 100 лет попадать на и стрельба у тебя не али вообще количество железа растет и это радует скоро к нам нагрянут третий день буквально со дня на день опять какая-нибудь бабушка к нам придет бабушка инвалид 90 лет меня вот напрягает то что у нас эта музыка тревожно играет это реально ощущение что где-то вот где нибудь тут или где-то еще сидят механоиды которые на нас заагрены из этого но это можно будет точно определить когда допустим встанет к нам осада и начнет мортирами своими стрелять не в меня куда-нибудь сюда вот если не туда начну стрелять то бак реально работает и и значит там все таки сидят плохие дядьки так тем временем стена уже почти готова немножко как-то блин ладно из-за того что объекты некоторые на земле лежат бывает что выделение немножко некорректно работает выделение запрещенной стены например тем временем еще один день прошел 60 процентов риса ну вот ну вот собственно о чем я говорил долбаный бак на ловушке у нас почти все готово да это радует да давай тогда сюда сюда собственно вот этот угол достраивать давайте провернуть что ли ход конем провернуть что ли ход конем сюда накидать он убежал я что хотел сделать я хотел его сагрить подвести сюда к этим и забежать в дом он бы на них потом переагрился наверное я бы отсюда избавился от этого волка кто-то крысой отравился так офицер с мира утопии я вот не знаю аборигены с этими воюют или нет нет мне пока рано это кто у нас были город на плату да они бы с ними не стали воевать правильно что отказался плохо что когда вот эти таблички вылезают не посмотреть такую хорошую развернутую статистику чтобы можно было объективное решение принимать животных надо отсюда убирать волку лес скатерскую дорожку железо у меня нормально вроде как запасец уже организовался мало пищи что значит мало пищи что вы врете вы все вруйте пищи хватает да вот лес кончился что ж тогда будем делать вот это вот дело гоуст призрак ладно этого этого гостя мы сейчас покучим быстро и и и Делал только он пойдет, непонятно. На всякий случай. Готов. Закопать его надо, что он тут будет валяться. Вы все нанесите дерево. На, еще немного времени. Ко мне придут еще ребята, но это не очень хорошо уже. Не очень хорошо, потому что у меня еще не готова защита. Собственно, практически огородились. Так, мясо кончилось, можно. Можно вот так вот. Пускай простое блюдо теперь готовят. Не знаю, конечно, чем будет у меня вот эта лошадь питаться. Они мне, честно говоря, эти нахлебники в первое время не столько, конечно, и нужны. Блин, я же забыл, что... Ладно. Придут еще еда для собак. Вот, вот эта вот. И тем временем мне нужно сделать... Нужно сделать мне... Нужно сделать три лука, потому что у них радиус атаки как раз подходит для того, чтобы расстреливать. Ну, они, конечно, поближе чуть-чуть стреляют, чем продолжительность этого болота у меня там справа. Так, а кто у нас ремесленник? Опять. Ну-ка, посмотрим. Угу. Окей. Позарезть нужны луки. В общем, как я и говорил, идея в том, чтобы... Чтобы вот эти ребята, блин... Чтобы они шли замедленные. Здесь вот мне это не нравится, надо переделать. Во-первых, вот эту дищу брать. Во-вторых, через мешки с песком углы сформировать. Ну, ты опытный строитель. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Блин, тоже мне это не нравится. Он тогда за этот мешок встанет, да, и будет стрелять. Как бы тут так сделать? Как бы тут так сделать? Так. Тогда этот здесь не нужен. Короче, надо проверить боем, как все это будет работать, потом внести коррективы. Так, у нас бездельники, да, появились? В общем, доделываем оборону. Один лук готов, да? Отвратный. Теперь делаем следующее. Последний штрих остался у нас тут. Дырка. Так, у нас вроде как периметр готов. Теперь сделаем так. Дальше. Сейчас нужно форсить тогда наши... Хотел форсить наши технологии, а что-то передумал пока. Нужно для начала... Для начала все это собрать и достроить жилой комплекс наш. А ты, собственно, куды? Я тебя вроде не просил туда ходить. Алё! Гараждане. Давай еще нарысь тут на ловушку. Так, нужно сделать следующее. поставить несколько дверей, чтобы у нас был выход. А враги не ломились сюда. Думаю, две достаточно будет. Дальше. Не знаю, сработает это или нет. Так-то должно. И где у нас строители? Чё ты тут ходишь, я не пойму. Так, вырезаем всё нафиг отсюда. Как быстро ягоды растут на плодородной почве. Так, жилье у нас практически готово. Думаю, может быть второй стеной обнести деревянные. Они все равно дешевые. Так, здесь я сделаю научную лабораторию. Ну или можно просто, в принципе, барак этот продлить. Так-то тоже идея. Кусты. На них пофигу. Но это всё надо отсюда вырезать. Тут даже лучше как-то так делать. Хотя нет. Её можно поставить, если на нас пойдёт атака. Атака пока к нам всякие гости и прочие ходят. Правда, я вообще не уверен, что тут как-то всё нормально будет работать. И вот из этого бага. То, что тут кто-то сидит наверняка. Блин, скоро заморозки начнутся. Мне не носить ничего вообще никак. Блин, надо было хлопок посадить. А, конечно, тупанул. Тупанул. Ладно, это если что, можно наохотиться будет. Так, третий лук же готов у нас. Третий лук готов, его нужно взять. Теперь делаем следующее. Так, так, так. Посмотрим, хватит дерева или нет. Плюс дополнительно нужно вырубить тут. Всякое лишнее. Да, будет печально, если сейчас какие-нибудь придут. Типа сапёров начнут сжечь мне стены. Будет жесть вообще. Блин, надеюсь, животные не пойдут за стену. Так, всё, сейчас нужно быстренько делать вот эти вещи. Так, и что-нибудь типа того. И у меня вроде как было... Так. Вроде как два ученых было таких. Ладно, посмотрим. Наверное, пока временно назначу. Тебя. что копать шахту мне больше не надо. А вот науку надо форсить. Не знаю, правда, кем луки делать. Угу. Так, хорошо. Угу. Угу. Так, хорошо. Угу. Уболтали. Сам себя уболтал. Не знаю, конечно, как это скажется на моей обороны способность. Так, это делается следующим образом. воевать я сейчас с тобой никакого желания не имею конечно завалить тебя можно но ну его нафиг не моем случае сэйв у меня нету помирать мне нельзя вывод труба отвали называется сейчас немножко меньше добав у них будет так дня через два ко мне наверно пожалуют гости а вот посмотрим что смогу против них и выставить скорее всего племя придет это кстати хорошо что с ними враг они примерно с пиратами разбалансится по чистоте но я по крайней мере надеюсь на это по чистоте приходов с пиратами меня сложнее воевать будет чем с этими ребятами если они конечно все будут сюда заходить но это факт далеко не стопроцентный и у меня кончились ягоды все обильно рыгают с этой еды даже котик бедный котик вискоса наелся местного ну неплохо за два дня думаю обработка камня у меня уже будет где-нибудь здесь тюкнуть и даже наверно вот так вот зачем то такая большая мастерская ни к чему тем временем у нас лето подходит концу через пять дней у нас начнется осень через десять у нас начнутся заморозки какую-то часть лечебных корней успею собрать еще наверное будет один урожай риса и на этом все приплыли неплохо уже больше половины полтора дня и в принципе смогу делать камни что сегодня завалить меня решила кассандра фигни всякой чё тут у нас есть десять тысяч богатства хорошо что я по сооружениям богаче чем по предметам удобно быть бедным в этой игре меньше реверс на тебя идет торговать конечно к этим и к этим далеко ходить и пошла пока что обычная банальная рутина будут камни начну потихоньку переделывать наш загончик с ловушками как как-нибудь там думаю придумаю что-нибудь конечно конфигурацию лучше поменять немножко в эту сторону все те ловушки снять поставить не знаю как бы тут придумать ладно это я чуть потом помозгую ну отлично да тут наросло столько всего а я что даже это не собираю себя на базе ой это нет собирать не надо как-то так и и здесь мне нужны каменные блоки сюда стол я заказал так мне нужен еще нужен стул типа табуретки нужен факел и горшок не помешает все работать сейчас кого-то нужно будет направить на обработку камня как-то глупо сделано сейчас камни обрабатывать ремесленник а прокачивается у нее строительство не знаю я от и логики немножко не понимаю скоро нужно будет в домах факела поставить они позволят температуру держать в таких мелких комнатушках температура буду очень хорошо держаться да давай вот его и назначим а будет пока один исследовать опять же это до луков далеко не успею до следующего рейда я их один фиг до следующего рейда скорее всего не успею так что пофиг на нем или через рейда не появится если ко мне придут пираты они меня какие-то стволы принесут тогда у меня уже кроме луков пушки будут огнестрельные но если придут барригены то знаю буду их расстреливать потихоньку даем ставим вот так вот здесь радиус поиска на тупой что то я не туда вообще поехал такс и что такое но для начала убери вот этот парашют немножко в ручном режиме тут по выбираюсь на 1 до убирать чтобы потом не думалось ну наверно как-то так пока что пока что так единственное что не знаю пойдут они так живут такими зигзагами но буду надеяться что пойдут что если не пойдут это будет очень печально будет крайне печально ребятки пошли на отдых это все хозяйство конечно на собрать поэтому делаем полную отмену ой не знаю такие расстояния конечно дикие тут еще фишка в том что если балланы думают что дверь открыта вот здесь то типа я могу пройти я такую пойду пойду о тут всего стоит давай пойду сюда через открытые двери бэмс ну и таким образом заманиваются в ловушку есть конечно способы всякие богаюзить недостроенные объекты всякие там детали интерьера они на них на себя очень сильно агриться ну а здесь конечно осколков известняка вполне так нормально валяется я уже думал на меня бежит них когда сытости мало становится они тогда начинают быть агрессивными если поблизости живности нету они сначала на нашу живность будут охотиться если туда пройти можно а потом уже на самих людей особенно на раненых вообще капец какой-то x text 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 на опасно так конечно делать ну и нафиг лучше безопасно сделать ну что в такой момент на вполне могут прийти тем более времени у нас уже у сколько десятый день одиннадцатый сейчас должна быть атака вот и атака что ж сохраним интригу до следующей серии надеюсь что полезного для себя отсюда извлекли война у нас будет следующий раз в серии номер три поэтому всем спасибо за просмотр не забываем ставить лайк подписываться на канал и всем пока